Встречи со студентами глава региона проводит постоянно. В области 4 вуза и Брестский технический университет в новом учебном году первой точкой выбран не случайно. В мае 2018-го должность ректора занял Александр Драгон, сменивший на этом посту Петропойту, руководившего университетом почти 16 лет. Сегодня здесь учится порядка 7 тысяч человек и студенчество всегда было самой прогрессивной частью общества. Вы представляете разные категории, живете в различных семьях, в различных регионах, поэтому это тоже важно для меня, что сегодня волнует молодежь. Считаю, что эта форма хорошая, она уже прижилась и я готов встречаться. У нас 4 высших учебных заведения и обычно, начиная с нового учебного года, мы встречаемся. Общение началось с краткого экскурса в сегодняшнее положение дел Брещины в плане развития отраслей народного хозяйства, перспективах и приоритетах. Глава региона привел цифры внутреннего валового дохода и внешние экономические показатели, рассказал о достижениях в социальной сфере. Со стороны студентов и преподавателей вопросы касались самых разных сторон жизни города и региона. Молодежь интересовалась спортивной инфраструктурой, строительством аквапарка и Макдональдса, развитием приграничного сотрудничества, а также перспективами малого и среднего бизнеса. Здесь количество у нас значительно увеличилось в связи с выходом декрета президента. Вы знаете об упрощении предпринимательской деятельности и их вклад значительный сегодня увеличивается. У нас в целом по стране индивидуальный и частный бизнес до 20% в бюджете составляет поступление. Не обошли на встрече и одну из наиболее острых тем на сегодня экологическую обстановку в городе и вопросы безопасности будущего предприятия по производству аккумуляторных батарей компании iPower. Как заверил Анатолий Лис, стационарные источники автомобиля наносят больше ущерб экологии города, чем промышленные предприятия. Я вам гарантирую сегодня, что предприятие это и не только это, оно работать не сможет, если там будут выбросы. Послушайте, это же абсурд. Мы что, своих детей сами будем травиться или что? Какая разница, какое предприятие? У нас же сегодня есть предприятия в городе, которые имеют значительные запасы, аммиака и так далее, которые значительно, слушайте, воздействия имеют значительно больше и на человека, и на любого другого. Но они работают. Если там будут выбросы, они будут закрыты просто-напросто. Поэтому однозначно никакое, ни новое, ни старое предприятие, которое будет наносить ущерб здоровью человека и окружающей среде, оно работать не будет. За полтора часа общения со студентами и профессорско-преподавательским составом глава Брестской области ответил на десяток вопросов. Анатолий Лис уверенно держал руку на пульсе и чувствовал аудиторию. Очень конструктивная встреча была. Лично для себя я задавал вопросы по поводу взаимодействия, по поводу польской границы и Брестской области взаимодействия насчет введенной безвизовой зоны 30-километровой. Очень много для себя узнал, очень конструктивный диалог прошел. Было много вопросов, довольно-таки интересно прошло все. И время пролетело довольно-таки незаметно. Были даны ответы на вопросы конкретно, но в то же время с не таким формализмом, как мы привыкли, а более душевная была встреча, открытая. Было не страшно задавать нашим студентам вопросы, поэтому я считаю, что такое полезно проводить все встречи.